У меня первый вопрос по поводу благоустройства города. Вот как вы оцениваете то, что в прошлом году город первый раз за всю свою штуру получил бешеные деньги на благоустройство города? И все это попало в две центральные улицы, которые и вестабо были, скажем честно, асфальтированы, освещены и остеевлены. В этом году еще две улицы будут устроены, в дальнейшем перспектива, если у нас таких еще улиц лет на 5, так вот будем это, и даже больше будем, если по уличным, вот так вот деньги туда купляли. А остальным что делать, вот если улица, например, в мае, в 9 мае, там в Солнечном Восточном, вам пишут все, что не в этой жизни уже для нас это благоустройство вообще не дает. Почему вообще кто решил, что нужно было устраивать улицами? Почему нельзя было эти 260 миллионов запустить на освещение всех улиц в городе? Вот просто все улицы в городе осветить. Потому что без четвертого слоя асфальта на дорожках по улице Латинькова мы достопольно пашем. Там сейчас такие, с этой пешеходной дорожки надо ли делать лесенки по всей сторону. И получается в результате просто бездарное волос власти таким образом. Спасибо за вопрос. Соглашусь с вами, что один из основных проблем, моментов, когда даже делается ремонт, это четкий контроль, чтобы качество проводимого ремонта. Но на сегодня я, благодаря депутатам, по крайней мере, они сегодня везде присутствуют, не знаю, как раньше было нет. Я ощущаю, наверное, вы тоже видите, открыт в рамках проводимых совещаний и отходов территории, где делается ремонт. То есть сделали ремонт по благоустройству и в дороге, либо делаем контроль. Необходимо заставлять народным контролем, вот так, менять то, что неправильно делается. Это раз. Второе, есть гарантийный срок. Почему-то много забывается о том, что очень важно на первоначальном этапе готовить правильные техзадания, чтобы подрядчик уже не мог соскочить с этого ремонта, если у него вдруг в течение 3-5 лет, соответственно, есть какие-то недостатки. К сожалению, есть такие факты, что мы не до конца правильно прописываем техзадания, которые дают возможность улизнуть нерадивому предпринимателю, который вышел, заявился на ремонт. Это есть проблема. Что касается выбора места, где делать, ну, первое, мы, еще раз говорю, давайте, у нас будет формироваться следующий год. Ну, кстати, я тут еще хочу сказать, он будет формироваться тогда, когда будет нам еще дана оценка за этот год. Насколько выделенные средства вложены правильно, качество правильное, то та комиссия, которая приезжала вместе с завестителем-председателем правительства, ну, прям, скажем, не было стыдно. Вот я скажу, вы имеете в виду, что первоначально я тоже видел очень много недостатков. И тут главное себя контролировать, что, а вроде бы ничего, а вроде бы народ. Нет, это ненормально, это плохо. Поэтому, конечно, период сейчас такой, который сейчас вот мы ходим по Кирово, да, по Зверево, здесь нужен контроль, и прям жестко спрашивают с тех организаций, которые это делают. И я мысль продолжу. На следующий год, мы же понимаем, что нашего бюджета, самого бюджета, он большой. Я вчера с бюджетом, мы вообще заместители уже, как я с вами обещаю, говорили, депутатским форсом. Мы должны до 1 августа уже понимать, какой бюджет у нас на следующий год, и понимать, какие программы ходить. И поэтому бюджет у нас, именно то, что мы собираем в город, это где-то 1,3 млрд, чтобы понимали. Все остальное это субсидии, дотации, социальный бюджет. То есть школы, детские сады, небольшой бюджет. И, конечно, мы надеемся, что нам Край выделит деньги на комфортную городскую среду реализации дальнейших проектов. И они выделят тогда, когда мы выполним этот проект. И, естественно, если мы сейчас как попало это сделали, ну, я скажу, мне будет неудобно перед жителями, что мы, к сожалению, попали из-за того, что некачественно сделали работу. И здесь я просто опять возвращаю. Одно из требований освобождать улицы, расширить нужно, да? Поэтому, ну что, есть недостатки, но я здесь обращаюсь к Сергею Николаевичу здесь. Сейчас будут все равно даны предложения депутатским корпусам. Вы давайте своим депутатам по округам. Что вы видите в благоустройство сделать? Я посетил пока частный сектор Мазульский. Понятно, что это мало. Но вместе с тем мы первочередную, уже первочередной список проблем мы будем обязательно заносить. Если не в этом году, то на следующий год. Поэтому сейчас нужно от вас инициативно давать предложение, на какие улицы, если у нас появится средство на следующий год, заходить. Но там еще следующий вопрос. Нас отметили с негативом, когда Березовую рощу, которая, голосование на комфортной городской среде, что у нас мало активных граждан. Вот еще момент. Мало, то есть не выражает свою волю о том, что значит нужно, условно говоря, ну 106 тысяч населения, нужно 1020, чтобы за важность объекта 15. А у нас там чуть-чуть тысяча там полторы. Это не то. У меня только 1300 подписчиков. Чтобы понимать, да? Поэтому здесь полностью согласен. Я Сергею Михайловичу сказал, меняем подход. Сергей Николаевич мне не дает спокойно, постоянно мне звонит. Сергей Николаевич, вот депутаты, вот это, вот это, вот это. Сергей Николаевич, давай присаживаться и будем смотреть, исходя из бюджета. А плюс, если мы хорошо отработаем, тогда нам край, скорее всего, можно будет еще попросить больше. Ну вы слышали, да? Что я оценирую, чтобы нам давали все-таки по миллиарду. Ну многие тоже так подсмеиваются, но посмотрим. Ну вот такие дела. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо. 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 Спасибо.